Девушки отдыхают На телеканале «Нефтихим новости» в студии Эльвира Софиулина. Здравствуйте! Сегодня в программе мы расскажем о наиболее значимых и важных событиях. Вначале коротко о главном. Не спрятаться, не скрыться. Только в текущем году к нам прибыло более 15 тысяч иностранных граждан. В Нижнекамске завершилась операция «Нелегальный мигрант». Без хлеба не останемся. Собран неплохой урожай. Мы собрали более 70 тысяч тонн хлеба при урожайности. Более 27 сетевых гектаров. В управлении сельского хозяйства подвели итоги за год. В Нижнекамске пару недель назад стартовала операция «Нелегальный мигрант». Дело в том, что увеличение объемов строительства и рост промышленного производства привлекают в нашу страну все больше иностранных граждан. Но не все из них находятся на территории России законно. Пришло время подводить итоги. Сколько человек выдворили из страны и многим ли назначили штрафные санкции? Об этом сегодня говорили на специальном заседании. В операции «Нелегальный мигрант» задействованы многие органы. ГИБДД, участковые, уполномоченные, патрульно-постовые службы полиции и вневедомственные охраны. Оперативный штаб проверяет всевозможные места пребывания иностранцев. Частные дома, торговые и строительные объекты. Цель мероприятия – противодействие нелегальной миграции, международному терроризму, киберпреступности. На территории России иностранный гражданин имеет право находиться 90 дней, после чего он обязан покинуть страну на такой же срок. Если условие нарушается, мигрант привлекается к административной ответственности. В этом году общая сумма штрафов превысила 4 миллиона рублей. Нарушили режим пребывания. Наибольшее количество, конечно, граждан Узбекистана было привлечено к административной ответственности. В 90-х годах между Россией и Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Арменией был подписан договор о коллективной безопасности. По сей день Ташкентский пакт упрощает жителям вышеупомянутых стран пребывание на территории нашей страны. Таким образом, российское гражданство получить для них не составляет труда. Приехали, устроились на работу, и все нормально получилось. В итоге гражданство и так далее. Документы оформились, смотря как. Для некоторых легко это делать, для некоторых нет. Сами нижнекамцы к вопросу миграции относятся двояко. Кто-то готов с радостью делиться просторами нашей большой страны, другим, напротив, такое соседство доставляет дискомфорт. Нет, не мешает. А что это такое, я даже не знаю. Да как-то я с ними больно-то и не общался. Как все, с уважением. А я против. Пускай там живут, где живут, и все. Всего за две недели выявлено 119 нарушителей миграционного законодательства. В их числе и граждане России, которые предоставляли жилье иностранцам без миграционного учета. Следующая операция начнется 24 октября. В 2016 году вступил в силу новый закон, который касается всех работодателей. Теперь заработную плату нельзя выдавать позднее 15 числа каждого месяца. Также увеличены и штрафные санкции за нарушение трудового законодательства, ужесточенная материальная ответственность работодателя перед сотрудником. Стоит отметить, что новый закон не устанавливает конкретные сроки выдачи зарплаты. Он лишь обязует работодателя выдавать ее не реже, чем каждые полмесяца. То есть между авансом и зарплатой должно пройти не более 15 дней. Если нарушить данный интервал, то организация будет оштрафована на 50 тысяч рублей. Сельское хозяйство, как отрасль мировой экономики, играет значительную роль в жизни человека. Основная его цель – удовлетворение потребностей населения в питании. Не зря говорят, что именно сельское хозяйство – это мать и кормилица почти всех ремесел. Наш район всегда славился богатым урожаем, стабильно поставляя на столы нижнекамцев свежие фрукты, овощи и хлеб. Сейчас завершены основные работы на всех полях республики. Дары природы собраны, техника и сотрудники агропромышленных фирм готовятся к зиме. Подробнее в сюжете Евгения Авдеева. До боя курантов еще далеко, но вот некоторые службы в администрации города уже смело могут подводить итоги уходящего года. Одна из них – это управление сельского хозяйства. Еще местами лежал снег, когда аграрии, проверив свою технику и запасы, дружно приступили к весенне-полевым работам. Поля были засеяны овощами и зерновыми культурами. Как в итоге выяснилось, трудились нижнекамские фермеры не зря. Уборка была организована неплохая. Я хотел бы поблагодарить наших руководителей, специалистов и особенно наших рядовых механизаторов, комбайнеров за их радный труд. Потому что действительно собран неплохой урожай. Мы собрали более 70 тысяч тонн хлеба при урожайности, более 27 сантиметров в гектаре. Одним хлебом сыт не будешь. Климат нашего региона позволяет выращивать и множество других культур. С урожаем овощей в этом году также все в порядке. В целом у нас более 220 гектаров картофеля. Урожайность более 198 сантиметров в гектаре. Также имеется у нас овощей, более 70 гектаров овощей. Там тоже в основном закончили овощи. Тоже неплохими показателями для населения все это. И морковь, и капуста, и свекла. Стоит отметить, что хранить овощи задача не из легких. Например, поступивший картофель в течение двух недель держат при температуре в 14-15 градусов. И только после этого ее начинают понижать до двух. С луком же дела обстоят по-другому. Сначала его греют при температуре плюс 30 градусов. Потом ее плавно понижают. Благодаря правильному хранению овощи и фрукты не испортятся. Но не только продукты питания нужно готовить к зимнему хранению. Комбайн, а также пассивные все комплексы мы уже поставили на зимнее хранение. То есть там, значит, где нужно цепи ремни снять, там ослабить. Там, где, значит, шкивы, там, звездочки помазать. Там все это поставили на зимнее хранение. То есть уже, считай, с 1 октября уже начался зимний ремонт. Кроме ремонта техники и хранения урожая, не забыли аграрии и про озимые культуры. Именно сегодня засеяно 7,5 тысяч гектаров. Во всех сельскохозяйственных угодьях сейчас наблюдаются прекрасные всходы. Также идет вспашка зяби. Из 45 тысяч гектаров обработано порядка 90%. Как говорят руководители, от следующего года они ожидают еще больше урожая. Евгений Авдеев, Артур Довлекаев, телеканал «Нефтихим». В нашем городе природоохранным мероприятиям уделяют огромное внимание. Тому подтверждение акция «Зеленая волна». Она стартовала еще три года назад. Люди самых разных профессий дружно взялись за лопаты и лейки. С тех пор озеленением города занимаются буквально все. От школьников и студентов до специалистов различных организаций, федеральных судей и сотрудников исполнительного комитета. Этой осенью на улицах, скверах и парках Нижнекамска было высажено свыше 15 тысяч деревьев. На достигнутом останавливаться не собираются. Акция продолжится и в следующем году. Что еще интересного произошло в республике, смотрите прямо сейчас в нашем экспресс-обзоре. Будем здоровы! Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение распределения денежных средств на улучшение лекарственного обеспечения жителей регионов страны. Татарстану было выделено 114 миллионов 256 тысяч рублей. Всего по стране на эти нужды будет освоено почти 4 миллиарда. Экология и дорогу. 2017 год в Татарстане будет назван Годом экологии и общественных пространств. Соответствующий указ издал президент республики Рустам Миниханов. Постановление было подписано в целях привлечения внимания общества к вопросам экологии и защиты окружающей среды. Кабинету министров республики Татарстан поручено в месячный срок создать организационный комитет и в последующие три месяца разработать и утвердить план основных мероприятий. Напомним, что текущий 2016 год в республике был объявлен Годом водоохранных зон. Аромат республики. Разработать эксклюзивную парфюмерную композицию для нашего края предложил совет «Визит Татарстан». В будущем туристы, посещающие республику, смогут увести с собой не только фирменный аромат, но и шампуни, бальзамы и мыло ручной работы, изготовленные из местных трав. Подобную линейку продукции будут поставлять в отели и рестораны Татарстана. Кому доверят процесс создания аромата и сколько средств для этого понадобится, пока неизвестно. Писательское дело. В Татарстане стартовал всероссийский конкурс под названием «Таян Аллаха». Его цель – выявление и поддержка молодых татарских литераторов, а также популяризация татарского языка и литературы. Конкурс будет проходить в три этапа. До 31 января 2017 года производится прием работ. Участие могут принять только граждане Российской Федерации в возрасте от 10 до 35 лет. Победители будут определены по четырем номинациям – поэзия, проза, драматургия и публицистика. В Нижнекамске в ближайшие дни пройдет суд над 24-летним безработным. В августе этого года мужчина украл из квартиры своей родственницы почтальона 45 тысяч рублей. Свою вину мужчина тогда признал полностью. Похищенные деньги он вернул добровольно. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. А теперь о других происшествиях в республике. Неожиданного пешехода встретил водитель Лады Ларгус на трассе Чистополь-Нижнекамск. Неподалеку от деревни Ачи, перед машиной, на дорогу неожиданно выбежал лось. Несмотря на все мастерство водителя, избежать столкновения с огромным животным не удалось. Как правило, такие ДТП заканчиваются плачевно, как произошло и в этот раз. В результате аварии Сахатый покинул этот мир, а Ларгус вылетел в кювет. У четырех пассажиров легковушки диагностированы различные травмы. Сотрудники столичного наркоконтроля задержали жителя Москвы по подозрению в хранении и сбыте запрещенных веществ. У 35-летнего гостя Казани оперативники изъяли 60 свертков синтетического наркотика. Во время обыска на съемной квартире наркополицейские обнаружили целлофановые пакеты, контрольные весы и фольгированную бумагу. В общем, все, что необходимо для приготовления смертоносных доз. Со слов подозреваемого от участников преступной группы через тайники-закладки, он получал крупные партии наркотиков, фасовал их и сбывал таким же бесконтактным способом. На время следствия мужчина арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Чем только не занимаются люди, находящиеся в местах лишения свободы. Кто-то законным путем пытается заработать, а кто-то вынужден вновь впускаться во все тяжкие. Выяснилось, что находясь в местах лишения свободы, 27-летний уроженец Самары шить варежки и одежду не собирался. А вместо этого приобрел сотовый телефон и три сим-карты, с которых и совершал звонки пенсионеркам. Обманным путем заключенный, что называется, выкачивал из пожилых людей деньги. Общий ущерб от его противоправных действий составил более 1 миллиона рублей. Впрочем, эта сумма мошеннику понадобится нескоро. К действующему сроку альметьевские оперативники обещали добавить еще 6 лет. Пришло время новостей производственного сектора. Будет интересно. Оставайтесь с нами. Стабильное производство. На еженедельном совещании руководителей акционерного общества подвели итоги работы завода олигомеров. Гарант качества. Лаборатории управления технического контроля станут еще лучше. Промышленная безопасность. В акционерном обществе подвели итоги работы за третий квартал 2016 года. Директорский корпус компании «Нижнекамскнефтехим» подвел итоги работы завода олигомеров за 9 месяцев текущего года. Без внимания не оставили и недавно запущенное производство – линейных альфа-олифинов. Планы выполнены, увеличение выработки продукции достигнуто. Впрочем, обо всем подробнее прямо сейчас. Производство линейных альфа-олифинов – процесс очень сложный. Четверть века назад в нашей стране за него взялось только одно предприятие – «Нижнекамскнефтехим». В двух цехах завода олигомеров началась выработка этого продукта. Со временем производство модернизировалось по новой технологии «Альфа-Саблин». Ее предложила немецкая компания «Линда», с которой в 2012 году был заключен соответствующий контракт. После подтверждения соответствия всех подконтрольных объектов установка была готова к пуску. Событие это по праву можно назвать одним из самых значимых для компании. Действительно, процесс, я еще раз отмечаю, очень такой тонкий. И достигнуть результатов, по крайней мере, на первой в мире установке получилось у лицензиара только через два с половиной года, так? Мы здесь, как отмечают и компании «Линда», и мы сами идем значительно лучше, уже используя опыт предыдущих, скажем так, наработок компании. Расходные нормы на сырье и материалы не превышены. В целом, завод отработал стабильно. Никаких нарушений в работе не было. Планы все выполняются, поэтому производство тромеров, тромеров планы выполнены. По монолкофенолам, по днионовам планы выполняются. По оксистительным продуктам, как плетинголиколи и по ПЩ, также планы выполняются. Обсудили также работу управления этиленопроводов. Задачу подразделения несколько. Магистральные этиленопроводы соединяют в единую технологическую цепочку «Этиленопроизводящие» и этиленопотребляющие производства компаний «Нижнекамскнефтехим», «Казаньорксинтез» и ряда других предприятий, входящих в этиленовое кольцо. Планы по транспортировке и хранению этилена выполнены. Действительно, огромный комплекс, расположенный на территории как Татарстана, так и Башкортостана, требует постоянного внимания. И здесь надо отметить, что коллектив УЭТП с этими вопросами справляется. Стратегия развития управления этиленопроводов направлена. Продолжение следует... 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 Пришло время поговорить о спорте в студии Айрат Салимов. Здравствуйте! Накануне в «Нефтехимарене» состоялась пресс-конференция обновленного тренерского штаба хоккейного клуба «Нефтехимик». Наставники озвучили стоящие перед командой задачи и ответили на вопросы журналистов. Напомним, что после поражения в Астане от Бориса со счетом 5-4 в отставку были отправлены Евгений Попихин и его помощники Олег Ореховский и Николай Заварухин. Имя нового наставника стало известно буквально через день. Я в это время находился в Хантамансийске, приехал туда по семейным делам, на рыбалку, до весны планировал там закрыть свои все личные вопросы. Позвонил Владимиру Михайловичу и предложил возглавить команду. Естественно, сказал о том, что хотел бы видеть наше трио. Причем он так предложил, что я не мог просто отказаться, зная этого человека, зная его, как он относится к этому виду спорта, какие задачи стоят и так далее. Вместе с Николаем Соловьевым в тренерский штаб вошли Сергей Шепелев и Сергей Котов. Именно в таком составе ветераны советского хоккея работали в команде «Югра». В сезоне 2010-11 под руководством этого тренерского штаба команда из Хантамансийска сенсационно заняла пятое место в Восточной конференции. На следующий год «Югра» вновь пробилась в плей-офф, где в первом раунде проиграла «Челябинскому трактору». В прошлом сезоне тренерский триумвират Шепелев-Соловьев-Котов впервые не справился с задачей выхода в плей-офф. «Югра» финишировала девятой на Востоке на три очка, отстав от «Нефтехимика». Мы уже познакомились с командой, достаточно опытная команда, достаточно мастеровитая. Просто некоторые моменты надо доработать. Я думаю, что ребята правильно поймут наши просьбы, требования и постараются порадовать болельщиков не только красивой игрой, но и хорошим результатом. Что касается поставленных задач, они остались прежними. Сегодня еще раз при встрече с руководством нам подчеркнули, что необходимо попадание в плей-офф. Заострили на это внимание. Но мы этот груз взвалили на себя и будем отвечать за нашу проделанную работу. Я думаю, что постараемся, чтобы у вас и у болельщиков было поменьше разочарования. Под руководством этих наставников нижнекамские хоккеисты уже провели три матча, два из которых состоялись на выезде. 5 октября «Нефтехимик» со счетом 0-2 обыграли «Югру», а вот 7 октября наши хоккеисты не смогли переиграть «Автомобилист». Встреча завершилась поражением нижнекамцев со счетом 3-2. Третью встречу под руководством обновленного тренерского штаба «Нефтехимик» провел дома против «Адмирала». К сожалению, эту встречу нижнекамцы уступили со счетом 1-3. Команда уверенно начали поединок несколько раз, опасно угрожали воротам соперника, однако переиграть голкиперов не удавалось ни тем, ни другим. Перед самым перерывом «Нефтехимик» остался в меньшинстве, этим и воспользовались гости. Голом в раздевалку отметился Дмитрий Лугин. Подвести итоги этого периода любезно согласился Андрей Конев, у которого, кстати, сегодня юбилейный 200-й матч в его карьере. С чем я вас и поздравляю, Андрей. Все-таки хотелось бы, чтобы вы подвели итоги первого периода. Для нас все складывается удачно, мы забили в большинстве. Сейчас на второй период, и думаю, нам самое главное также играть четко в обороне, без удалений. И на счет играем. Все-таки, если сравнивать последний ваш матч со «Спартаком», вы где резко очень начали, сразу же забросили, насколько я помню, две шайбы. Все-таки хотелось бы узнать, сегодня вы сменили тактику или в том же духе все продолжается? Ну, конечно же, сменили, потому что мы, во-первых, долго летели, мы вообще все-таки с самолетом там вчера только прилетели. А там мы играли дома, под своими трибунами, здесь мы играем в гостях, и более играем аккуратно. После перерыва нефтехимик ответил голом из раздевалки. Имея численные преимущества, после великолепной передачи Джеффри Кинрейда шайбу забросил Игорь Полыгалов. Но, к сожалению, равенство в счете продержалось недолго. Сначала Роберт Соболич вывел «Адмирал» вперед, а через три минуты нефтехимик, вновь оставшись в меньшинстве, позволил гостям увеличить преимущество. Отличился Владимир Ткачев. В матче нефтехимика против «Адмирала» после второго периода ведет команда из Владивостока со счетом 3-1. Там сейчас подошел Евгений Григоренко. Евгений, скажите, пожалуйста, вы, это ваш первый домашний матч после травмы, успели ли восстановиться, как себя чувствуете? Да, чувствую себя нормально, где-то просто эмоции, наверное, переполняют. Задача задохнуться была в первую смену, чтобы немножко в ритм найти, потому что тяжело, там, два с половиной месяца без игры. Вроде сейчас более-менее полегче стало, думаю, в третьем еще легче будет. Только вот проигрываем, к сожалению, но сейчас будем работать. Евгений, а в таком случае, что будете делать, как сейчас, на что будете делать упор? Сейчас нам в раздевалке скажут, на что упор делать, а сейчас пока дух переведем в раздевалке и все скажут, что делать. В заключительном отрезке игры хозяева льда попытались переломить ход поединка, но защитники моряков действовали в обороне строго и без ошибок. Я считаю, мы сегодня держали очень такую важную победу для нас. Мы немножко, так скажем, вырвались вперед, да, где-то на полшага. Вот, большое ребятам спасибо за третий период, когда уже играли по счету практически, не дали шанса соперников сократить. К сожалению, хотелось порадовать болельщиков другим результатом, но не получилось. Ребята вроде бы и старались, но игра в меньшинстве две шайбы пропустили. Это, в общем-то, слабо очень сыграли. Плюс большинство немножко сыграли не лучшим образом. Перешли на три звена, чтобы спасти игру, но, к сожалению, не получилось. Соперник лишил этой возможности. Поэтому сейчас сказали ребятам, чтобы готовились к Китаю. Там тоже команды интересные, тоже опытные. Но у нас будут перестановки. Следующий матч 13 октября «Нефтехимик» проведет у себя на льду против команды «Кунь-Лунь» «Ред Стар». Начало в 19 часов. На этом у меня все. Занимайтесь спортами, будьте здоровы. Увидимся на телеканале «Нефтехим». Вы смотрели новости на телеканале «Нефтехим». Далее прогноз погоды от Анны Дочкиной. Напомню, что все программы «Нефтехим.Медиа» доступны и в интернете. На официальном сайте medianknh.ru Если же вы стали свидетелем какого-либо события или у вас есть интересная новость, позвоните нам в нашу службу новостей. Звонки принимаются по телефону 377200 с 8 утра и до 5 часов вечера. Я же с вами прощаюсь. Вела программу Эльвира Софиулина. Всего вам доброго. До встречи в эфире. Немного о погоде на четверг. В студии Анны Дочкина, здравствуйте. День будет пасмурным и дождливым, по-осеннему, прохладным. В течение дня столбик термометра не поднимется выше плюс 3 градусов. Ветер подует западный до 3 метров в секунду. А вот в ночное время будет около плюс 1. Атмосферное давление вернется в норму и составит 746 миллиметров ртутного столба. При диме и холода ведут активные наступления. Например, в Якутии морозы усилились до минус 20. Во всей Сибири уже лег снег. Если на прошлой неделе границы минусовой температуры проходили по Уралу, то теперь они господствуют в Поволжье. Существенного понижения, конечно, не предвидится, но до минус 3 ночью ожидать все-таки стоит. У меня на этом все. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!